Слово третье о судьбе и проведении Знаю, что недавно я говорил о судьбе перед вашей любовью, но ничто не препятствует и сегодня заняться речью о том же самом предмете. Не потому что болезнь сильна, но потому что беззаботность наша невыразима и делает великими даже незначительные болезни. Само собой ясно даже и слепому, что верный не должен нуждаться ни в словах, ни в учении, для того, чтобы избегать этого зла, подобно тому, как человека, живущего в нашей земле и управляющегося, имеющими у нас место законами, и подчиненного одним и тем же царям, нет надобности убеждать в том, что не следует вводить в нашей стране персидского государственного устройства, но должно только запрещать ему. Так, конечно, должно быть поступлено и здесь. Из грехов одни имеют нужду в слове и учении, а другие до такой степени ясны и очевидны, что могут быть отклоняемы страхом и одним только наказанием. Например, убийство, прелюбодеяние, воровство не требует слов, вследствие чего именно и законодатель не создал учения, говорящего нашим ушам о том, что это дело порочное, так как это уже прежде было известно нашему рассудку. Но только запретил не прелюбодействуй, не убей. Когда же беседует с нами о презрении вдовиц и об обмане относительно того, что вверено на сохранение, то присоединяйте рассуждение. Жалься над вдовицей, говорит, и пришельцем, потому что и ты был пришельцем в земле египетской. Чти субботу покоем, говорит он. Затем приводит и основание. Итак, отвращение от рока принадлежит к числу не того, что требует рассуждения, но того, что ясно. Подобно тому, как ясно, что дурно убивать и отвратительно прелюбодействовать, так ясно и то, что придавать значение року дурно и недозволительно. На основании того, что есть заверяющие ему, не заключайте, что это относится к числу незапрещенных вещей, так как отваживается и на убийство, хотя оно и воспрещено законами. Также к числу запрещенных деяний относятся нарушения супружеской верности и грабежи, хотя и совершаются многими. А что даже по законам языческим, повиновение инстинкту деторождения принадлежит к числу запрещенных вещей, подобно убийству, ясно из того, что если кто-либо из соблудивших с женой известного лица, придя, будет говорить в суде в ответ на обвинение, что виной не я, но инстинкт деторождения, так как я желал быть целомудренным, а он меня толкнул и вовлек, то разве по этой причине он не получит более тяжкого наказания, как человек, прибегающий к достойной смеха защите? Разве он получит какое-либо снисхождение? Никоим образом. И однако с точки зрения таких людей, надлежало бы получить, потому что если все происходит по инстинкту деторождения, а не по нашей свободной воле, то нет защиты больше этой. Если же наше произволение имеет перевес и более могущественно, чем инстинкт деторождения, тогда последний не может иметь значения. И даже если бы кто-либо стал придумывать бесчисленные основания, что необходимо исполнять веление того инстинкта, что тот человек неосновательно наказывается и не получает себе снисхождение, то никто не послушал бы его, не внял бы защите и не дал бы прощения. В такой степени это дело всеми отвергнуто и кажется имеющим значение басни и глупой болтовни. И многие из числа начальников, хотя если бы каким-либо человеком совершалось насилие, то обвиняемому достаточно было бы того же самого оправдания. И лучше сказать, не должно бы, кажется, остаться даже и место обвинению. Многие, говорю из начальников, обвиненные за несправедливое убийство понесли наказание. Палачей же, служащих смертной казни и собственноручно совершающих убийство, с самого начала никто не привлекал в суд и даже и не разыскивал, так как защитой для них служит необходимость, авторитет начальства и страх подчинения. Затем, если прощают человеку, принуждаемому человеком соплеменным и принадлежащим к одному роду, то не гораздо ли боли должно было бы оказывать прощение тому, кто вынуждается судьбою? Надлежало бы бежать? Но, как говорят, власть судьбы в такой степени непреодолима, что хотя бы кто ушел в пустыню, хотя бы в море или еще куда-либо, не скроется от ее предначертаний. Итак, как же не безрассудно, чтобы человек, теснимый насилием варвара, легко получал снисхождение и даже никогда не был обвиняем, а испытывающий принуждение со стороны более могущественной, как говорят силы, терпел наказание, и ему не позволялось бы подобным же образом защищать себя. Никто, иссылавшийся в свое оправдание на судьбу, никогда не был оправдан. Ни злодей в судилищах, ни слуга в доме, ни дети в школе, ни ученики в мастерских. Всякий раз, как в чем-либо, они погрешали. Поэтому, как же некоторые уважают судьбу, если они в то же время так пренебрежительно относятся к ней и не дают никакого снисхождения, стоящей в зависимости от нее необходимости. Таким образом, искренне и в своей совести они весьма убедились, что дело это басни. Когда же впадут в тяжкие прегрешения, то, в свою очередь, присоединяет к ним другой грех, чтобы этим путем ускользнуть от предстоящего им наказания, а не получить его в более тяжелой степени. Не так тягостно грешить, как тягостно после греха не иметь никакого стыда и из-за своих собственных пороков клеветать на Бога. Это хуже всякого греха. О том, конечно, позаботился и дьявол, чтобы мы не только сделали с нерадивыми к добродетели и склонными к пороку, приписывали Богу причины всего, но чтоб под видом защиты, сделав богохульными и нашу душу, и наш язык, мы обвиняли Бога, и с себя самих слагали обвинения, совершаемым, перенося его на того, кто в действительности невиновен. Однако, даже если по отношению к людям окажется, что дерзнувши на что-либо подобное, то одного этого достаточно бывает для его обвинения и гибели. Когда клевещет на другого человека, человек, не совершивший ничего ужасного, то он подвергается наказании, налагаемому на совершивший дерзкий поступок. Поэтому смотри, сколь великое зло ввел дьявол через судьбу, а именно презрение добродетели, потому что хотя бы душа наша была очень расположена к усиленным трудам для приобретения ее, он ослабляет ее, внушив убеждение, что никакое дело из приключающихся с нами не должно быть считаемо за порог. Когда кто-либо признает, что прелюбодея или убийца, также и подкапывающие стены, не заслуживает упрека, то он не перестанет, как бы, на стремнистой местности, ревно с нанесясь вперед, делать других клеветниками на проведение, так же и сам быть клеветником на Бога. Какое, скажи мне, зло могло бы быть хуже этого? Посему, возлюбленные, будем избегать этого идолослужения. Истинно, смерть находится в котле. 4 Царств 4.40 И всякий, почерпнувший отсюда хотя бы и малую какую-либо долю, преисполненный заразы догматов, необходимо умирает совсем, если не возвратится обратно и не отведает неподдельного здоровья. Итак, чтобы нам после этого не сетовать бесполезно, когда вслед за переселением отсюда будет пресечено назначенное нам время покаяния, постараемся покаяться, пока мы остаемся в силе, хоть и уловлены болезни, и вознегодуем на себя самих. А все, которые здоровы, соблюдем свое здоровье в неповрежденности и протянем руку захваченным этим недугом. Если в отношении к больным телесным мы обнаруживаем столь великую заботы и попечения, то когда пред нашими глазами немощь душевная, что не должно быть нами сделано. Чего не предпримем для того, чтобы вновь стяжать брата вместе с нами, принадлежащего к одному и тому же обществу членов и входящего в полноту церковного тела. И так ради этого употребим в дело все. Все совершим из-за него, отгоняя собак и волков. И не будем думать, что для нас достаточно одного нашего спасения. Подобно тому, как сказано, если ты видишь вора, то сходишься с ним, с пролюбодеями сообщаешься. Так точно послушаемся и здесь, когда увидим, что кто-либо из наших братьев обольщает словами и наушничает, то послушаемся этого. Церковь, дом Господень, верные, драгоценные сосуды. И так, когда увидишь, что кто-либо из внешних желает похитить какой-нибудь из сосудов, то хотя бы сам ты был неодолим и тебе не угрожала опасность. Но если отнесешься с пренебрежением и не придешь сказать об этом тем, кто в состоянии исправить, то окажешься повинным в его душе. Ты, который видел, что вор делал подкоп и не препятствовал или своими силами, или с помощью другого. Говорю это не потому, что опасность действительно повисла над тобою, но для того, чтобы охранить тебя, для того, чтобы склонить тебя к одинаковой заботе о спасении в своем собственном и остальных людей. При таких условиях мы будем в состоянии достигнуть и обещанных нам благ, благодатью Христа, которому слава во веки веков. Аминь.